Давайте с вами мы запишем, потом в нем поснимаем. Давайте на фоне ребят. Скажите, за эти дни противостояния сколько у вас уже пострадало? У нас пострадало 40 человек. Это военнослужащие внутренних войск получили черномазовые травмы, получили ожоги в первой и второй степени лица. Демонстрация так много людей, которые пришли искренне, мирные люди, но они не понимают, что за их спинами сотни молодчиков, которые вооружены до зубов. Представляете, у людей не просто камни в руках, заточки, такие разные предметы, которые наносят увечья, а может даже и смертельно могут ранить человека, убить. Бутылки зажигательной семьи, их сотни бутылок. И вчера эти люди, они за спинами этих митингующих начали откидывать, закидывать и подразделения внутренних войск, личные составы, и спуск подразделения Берки. У людей, люди просто, хорошо, что есть у нас группы, которые тушат пожар, но когда одежда горит, это одно, а когда сразу лицо, там уже доли секунды. У нас очень много постраждало, поэтому постраждало. Поэтому здесь, когда говорят, что это мирная акция, с ней ничего нет общего. За спинами людей прячутся эти молодчики, они хорошо обучены. Это не просто спонтанные люди пришли, это люди, которые пришли подготовку. Каких лагерях нам пока не понятно. Но это сотни людей, четко знающие свое дело, свой порядок и очень организованных. В какой стране мира, чтобы на полицейского полетела бутылка зажатой смесью? Что было бы в любой стране мира, как бы люди типа закон отвечали? Сегодня, весь день, благодаря и тем, и тем митингующим, благодаря священникам, целый день было спокойствие, тихо, люди общались. Мы им говорили, мы с ними обнимались. Это хорошие, простые, добрые люди. Но только стало темнеть, и уже везде, везде группки, группки, группки. И вот сейчас пытаются были уже первые провокации. Мы попросили через громкую связь, попросили митингующих, чтобы они отреагировали очень жестко на тех провокаторов, которые за их спинами. И женщин попросили удалиться с площади. Три всего женщин. Спасибо митингующим. Они сразу отреагировали. Священники туда пошли, в этот угол. В ход в стадион «Динамо». И они этих молодчиков отогнали сами. И вот, слава Богу, уже стоим сколько, наверное, часа три после этого. Ну, нет, нет, где-то пролетит какая-то петарда, какая-то бутылка. Но более-менее спокойно. Мы надеемся, потому что если будет угрожать здоровью, жизни, видите, угроза несет, идет военнослужащие внутренних войск, сотруднику Беркота, значит, мы имеем право защищаться активно, согласно закону Украины, есть средства, где мы можем применить. По отношению, это уже, это уже преступники. К ним мы можем применить. А вы готовы применять огнестрельное оружие? Говорят, подписаны. Это даже вообще, это даже не обговаривается, это абсурд. И вопросы ваши, они даже... Мне просто много в интернете о том, что... К большому сожалению, средства массовой информации Я раз понял, к большому сожалению, средства массовой информации очень заангажованно высвечивают события, которые происходят в городе Киеве. И внутренние войска, и сотрудников органов внутренних дел. Они в глазах людей делают такими монстрами. Доходят до абсурда. Ты чуть лизака, не бойся. Бойся этого войскового. Но это же абсурд. Мы стоим, у нас одна цель, одна задача. Согласно закону Украины о внутренних войсках. Личный состав внутренних войск. Сотрудники вверху стоят. На страже порядка и законности. И охраняем государственные объекты. Всё! И если не будет провокаций, Пожалуйста, проводите мирные акции. Ну, сотрудник внутренних дел. Боец внутренних войск, он не должен быть объектом нападения. За это должна быть уже криминальная ответственность. Представьте, пожалуйста, имя полига. Я полковник Руденко. Евгений Петрович. На должность. Всё. Спасибо. Спасибо. Если, ребята, вы правду будете показывать, По крайней мере, много разный идёт. Вот такой, знаете... Нет, просто, как бы, вы не могли... Вот я вчера поговорил... Не страшно, ребята? Это наша работа. Это наша работа. Это наша работа. Будь спокойно. Будь спокойно. Будь спокойно, ребята. Эти два основания. Государ 탈. Гритона.